Всем привет! И вот наступила суббота. А что такое суббота? Суббота это день бука. Да, не забывайте об этом, друзья. Вот, и сегодня несколько матчей в пятом туре РПЛ. Московская Динамо играет с ЦСКА, но мы это пропустим. Вот, из всех матчей я выбрал центральный матч. Это матч между Краснодаром и московским Локомотивом. Почему я выбрал центральный? Потому что, ну, вообще-то, играет лидер чемпионата. Если кто не знает, если кто не смотрел табличку чемпионата РПЛ, то там на первом месте вовсе не московский Спартак. Да, не московский Спартак и не Зенит. Нет, 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 нет. И даже не Манчестер-Сити и не ПСЖ. Да, да. Манчестер-Сити и ПСЖ в РПЛ не играют. Для тех, кто сегодня узнал что-то в футбол. Вот, на первом месте в РПЛ Краснодар. Вот, Краснодар сегодня принимает московский Локомотив. Локомотив идет на, по-моему, девятом месте. Вот. Но! Но! Букмейкеры считают явным фаворитом этого матча Краснодара. Почему? Потому что они выиграли все матчи в этом чемпионате РПЛ. Четыре матча из четырех. Последний матч они выиграли у Оренбурга на выезде 2-0. И вот, забив восемь мячей и пропустив всего один, Краснодар идет на первом месте. Но! Ребята, я вам скажу, что Краснодар не будет даже в пятерке. Вот, помените мои слова. Будет очень сильный у них спад. И с этим составом, я считаю, что, ну, детская, юношка, школа имени Голицык. Вот. Ну, так получилось, что первые четыре матча они выиграли. А вот. То, что они забили восемь мячей и пропустили всего лишь один, всего лишь один, это, конечно, большой вопрос. Большой вопрос. На мой взгляд, пора тут обратку давать. Вот. Я считаю, что сейчас Краснодар и Локомотив это равные команды. То есть, может, и Локомотив абсолютно спокойно выиграет этот матч. Но букмекеры так не считают. Они считают, что вот Краснодар явный фаворит. Я буду тут исходить из двух печек. Во-первых, то, что Локомотив, возможно, выиграет этот матч. Я вообще буду смотреть в сторону Локомотива. И второй момент, то, что тут должно быть много голов. Вот. Переходим сразу к нашим любимым прогнозам. Прогнозам. Первый мой прогноз, первая моя ставка, это тотал матча больше трех за коэффициент один недель. И эту ставку я нашел букмекер с конторой Париж. Ссылка на регистрацию в первом комментарии к этому ролику. Переходите по ссылке и получаете косарь. Косарь бесплатно. Фрибет. Вот. И можете с ними делать что угодно. Вот. В общем-то, в этой конторе я нашел коэффициент один недель на тотал больше трех. Почему тотал больше трех? Да потому, что обе команды играют в атаку. Причем очень сильную в атаку. Там и Краснодар может трешку пропустить, а может и больше. И Локомотив тем более может трешку пропустить. В общем-то, смотрится этот матч на тотальный. Вот тотал больше. Голов там должно быть очень много. Единственный вариант, что там как бы не засушил бы Краснодар этот матч. Вот. Переходим к второму прогнозу второй ставки. Это вторая ставка очень простая. Это индивидуально у Локомотива больше одного за коэффициент один недель. Это вообще какой-то, не знаю, какой-то подарок Буков. На Локомотив больше одного с Краснодаром. Ну, играет в Краснодаре. И что? У Локомотива очень хорошая атака, между прочим. А Краснодар никогда в обороне, в принципе, не играл. Вот. И один гол в Локомотива в матче за коэффициент один недель. Ну, не знаю. Один гол забьет уже расход. Ну, вот. Поэтому. Вторая ставка, второй прогноз. Это индивидуально у Локомотива больше одного за коэффициент один недель. Ставку сделал Букмельск, Антон Капарис. Ссылка на регистрацию в первом комментарии к этому ролику. Так что, если кто не знает, что это такое, переходите по ссылке и получаете сразу косы. Вот. В общем-то, у меня на этот матч два прогноза, две ставки. Это тотал матча больше трех. И вторая ставка, и второй прогноз. Это индивидуально у Локомотива больше одного. Ребята, поймите, что Краснодар – это такая команда, которая очень нестабильная. Она уже нестабильная лет пять. Вот. То есть, они могут выдавать потрясающие матчи, а потом просто у них какие-то затмения происходят, и они начинают сливать каким-то там колхозом. Вот. Поэтому, почему бы сейчас не произошло это? Нам произошло именно спад Краснодара. Я думаю, пора бы. Особенно с матчей с Локомотивом. Команды тоже играющие. Галактионов настроит команду, сделает выводы. И почему бы Локомотиву не выиграть в этом матче. Вот. Поэтому, вот такие у меня прогнозы, вот такие мои мнения по этому матчу. Тотал больше трех. И индивидуально у Локомотива больше одного. Смотрим матч и надеемся на большое количество голов. Всем пока.